Печень это буквально ваш пылесос внутри организма, которую смактывает и перерабатывает все токсины. В этом видео я расскажу о лучших продуктах, которые может внести в свой рацион каждый, чтобы печень чувствовала себя отлично и работала на 100%. Поехали! Как бы странно ни казалось, но кофе полезно для вашей печени. Это один из лучших напитков для укрепления и профилактики здоровья этого органа. Регулярное употребление кофе даже помогает замедлить течение уже имеющихся заболеваний печени. Оно предотвращает накопление жира и коллагена. Двух основных причин заболеваний печени. Уменьшает воспаление и повышает уровень антиоксидата глутатиона. Исследования показали, что употребление кофе снижает риск цирроза или необратимого повреждения печени у людей с хроническими заболеваниями этого органа. А другое исследование доказало, что ежедневное употребление кофе снижает риск смерти от заболеваний печени на 49%. Найбольший эффект от кофе наблюдается у тех, кто выпил 3-4 чашки в день. Только представьте, при этом по взаимодействию все виды кофе без кофеина растворимые молотой были примерно одинаковы. Поэтому смело можете его пить. Недалеко ушел и чай. Он тоже полезен для вашей печени. Он в принципе полезен для здоровья. Японские исследования показали, что употребление 10 чашек зеленого чая именно в день улучшает показатели здоровья печени. А исследование, которое изучало влияние зеленого чая с высоким содержанием антиоксидантов на состояние печени у людей с неалкогольной жировой болезнью, говорит о том, что употребление этого напитка в течение 12 недель повышает уровень печеночных ферментов, уменьшает окислительные процессы и жировые отложения печени. Кроме того, люди, которые регулярно употребляют чай, именно зеленый, менее склонны к развитию рака печени. Самый низкий риск у людей, выпивающих 4 или более чашки в день. Грейпфрут также полезен для вашей печени. Он содержит антиоксидант на рентген, который естественным образом защищает печень. Исследования показали, что этот антиоксидант уменьшает развитие фиброза печени, состояние, при котором в ней образуется слишком много соединительной ткани. Как правило, это и происходит в результате хронического воспаления. Польза она буквально в каждом фрукте или овоще, а также в нашем телеграм-канале. Здесь мы публикуем самые интересные факты, которые помогают улучшать и оздоравливать вашу жизнь. Переходите и подписывайтесь. Ссылка в описании. Что уж говорить, даже виноград полезен для печени, особенно красный и фиолетовый. Они содержат ресвератрол, прироны, фитоалексин, известный своими противовоспалительными и противораковыми свойствами. Доказано, что виноградный сок снижает воспаление, предотвращает повреждения и повышает уровень антиоксидантов. А исследование, проведенное на людях, показало, что прием экстракта виноградных косточек в течение 3 месяцев улучшил функции печени. Черника и клюква также очень полезны для вашей печени. Они содержат антоцианы, антиоксиданты, придающие ягодам их характерный цвет. Исследование, проведенное на мышах, показало, что цельные ягоды клюквы и черники, а также их экстракты или сок, способствуют здоровой печени. В результате данного эксперимента выяснили, что употребление ягод в течение 21 дня защищает печень от повреждений. Кроме того, черника помогла усилить реакцию иммунных клеток и антиоксидантных ферментов, поэтому смело добавляйте их в свой рацион, хотя бы раз в сезон. Свекольный сок буквально очищает вашу печень. Доказано, что свекольный сок является источником нитратов и антиоксидантов, называемых беталоинами, которые уменьшают окисление, воспаление, а также обладают противораковыми свойствами и усиливают детоксикационные процессы. Скорее всего, употребление в пищу свеклы будет иметь аналогичный эффект, однако в большинстве исследований используется именно свекольный сок, который можно приготовить самостоятельно или купить. Крестоцветные овощи также заставляют вашу печень работать на все сто. Такие как брюссельская капуста, брокколи и горчичная зелень содержат большое количество клетчатки и полезных веществ. Исследования на животных показали, что экстракт брюссельской капусты и ростков брокколи помогают повысить уровень ферментов, детоксикации и защитить печень от повреждений. Также есть данные, подтверждающие, что длительное употребление цельной брокколи противостоит развитию опухолевому процессу. Грецкие орехи также очень полезны для вашей печени. Орехи очень питательны и содержат большое количество полезных жиров. Помимо укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы, они снижают частоту заболеваний печени. Из всех видов орехов, грецкий один из наиболее полезных для снижения жировой болезни печени. В них много антиоксидантов, омега-6, омега-3 жирных кислот. Их соотношение здесь идеальное. Было даже исследование, участникам давали 28 грамм грецких орехов каждый день в рамках средиземноморской диеты. Люди, которые ели эти орехи по крайней мере 5-6 раз в неделю, имели более заметное снижение количества жира именно в печени, по сравнению с теми, кто ел грецкие орехи реже. Конечно, куда без жирной рыбы? Она очень полезна для печени и всего организма в целом. Жирная рыба, такая как лосось, уменьшает воспаление и накопление жира в печени. Она содержит омега-3 жирные кислоты, которые являются полезными и ненасыщенными жирами, и полезны для здоровья сердца, мозга и печени. Если употреблять жирную рыбу 2 или более раз в неделю, то она понизит уровень плохого холестерина. Исследование, проведенное в 2016 году, показало, что омега-3 жирные кислоты помогли снизить содержание жира в печени и 3 глицеридов у людей с неалкогольной жировой болезнью в печени. Еще одно исследование гласит, что диета с высоким содержанием жирной рыбы снижает риск очень многих болезней. Например, наиболее распространенного типа рака печени. У людей, которые ели жирную рыбу по крайней мере 2 раза в неделю, риск развития рака печени был на 54% ниже. Оливковая масса само по себе очень полезна для организма, а также для печени. Исследования доказывают, что оливковая масса способствует снижению уровня беченочных ферментов и жира в печени, которые провоцируют развитие ее заболеваний. Оливковое масло также может повышать уровень хорошего холестерина в крови, что полезно для печени. Причем достаточно даже употреблять одну чайную ложку оливкового масла в день. Это уже улучшит показатели здоровья печени. Например, у участников такого эксперимента наблюдалось меньшее накопление жира и улучшался кровоток в печени. Что из этого вы едите, пишите в комментариях. Подписывайтесь и до скорого, друзья!